Строительство детского сада и школы идет полным ходом. Рабочих на стройплощадке в гусарской балладе достаточно. Им нужно уложиться в сжатые сроки без потери качества. Ход работ глава Одинцовского округа Андрей Иванов держит на личном контроле. Подготовительные работы полностью завершены. Идет обустройство цокольных этажей. Несмотря на возникшие трудности с выносом существующих коммуникаций, темп строительства не замедляется ни на минуту. Во время земляных работ строители обнаружили на площадке коммуникации, которые не были обозначены в проекте. Это повлияло на сроки выполнения работ, а вот на срок ввода объектов в эксплуатацию повлиять не должно. Изменились сроки по проведению работы, так как нужно было определиться, чьи сети, определиться с технологией выноса, переноса этих сетей и, соответственно, приступить к работам. Сегодня уже мы видели, как производится работа по выносу водопровода, а также укладки в дальнейшем в футляр. Подрядчик обещает, график скоро нагонит. Работы по обустройству остаточной части фундаментной плиты проведет в несколько этапов. К первому приступят в середине декабря. Уже на этой неделе стройплощадку оборудуют видеокамерами, чтобы следить за строительством социально важных объектов в онлайн-режиме. Мы в еженедельном режиме контролируем строительство этих учреждений. Нет сомнений в том, что дети пойдут в детский сад в 2022 году, а в школу 1 сентября 2023 года. Строящаяся в гусарской балладе школа рассчитана на 2200 учеников, детский сад на 400 воспитанников. Это будет самый большой образовательный кластер Одинцовского округа. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.